День космонавтики для работников завода «Прогресс» всегда начинается у проходной конструкторского бюро. Здесь установлена мемориальная табличка в память о бессменном руководителе ЦСКБ Дмитрия Ильича Козлове. Это он по заданию Королева налаживал в Куйбышеве серийный выпуск космических ракет. Впервые в стране. Для меня дороже праздника нет. Человечество настолько опередило в 61-м году развитие свое, что мы сейчас только понимаем, что было такое 12 апреля 61-го года. РКЦ «Прогресс» запустил более 1800 ракет-носителей и почти тысячу спутников с четырех космодромов мира. Всех космонавтов на МКС доставляют самарские ракеты «Союз». Ни одно предприятие мира не может похвастаться такими достижениями. «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» на сегодня мы ожидаем постановления правительства о сдаче в штатную эксплуатацию, серийную так называемую. «Союз-2.1.В» проходит летную квалификацию. И в этом году мы ожидаем до двух пусков «Союза-2.1.В». Работников предприятия с профессиональным праздником поздравили представителей власти. Благодаря РКЦ «Прогресс» Самара стала космической столицей России. И мы все гордимся этим почетным статусом. Ракетно-космический центр «Прогресс» – это символ нашего города, его слава. С РКЦ связаны перспективы развития Самары, его особая роль в развитии страны. «Самара росла и развивалась именно с мечтой о космосе. Осенью прошлого года мы отметили 75 лет работы «Прогресса» на нашей самарской земле. И все эти годы коллектив остается единой командой». Лучшим работникам РКЦ «Прогресс» вручили благодарственные письма и знаки отличия за профессионализм и добросовестный труд. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Продолжение следует... Продолжение следует...